итак игруха burnout paradise что-то меня ее несколько раз просили сделать давно причем уже начиная и на днях тут пару раз решил сделать так уж получилось что я в нее играл немного но я поиграл не сразу как она вышла где-то год назад я в нее запустил когда она вышла я даже не знаю честно говоря в начале когда я запустил она мне понравилось это посмотрю бля сразу нахрен free play свободный город ебать это так редко да у нас мало серий где есть free play то есть там же то там некоторые части нфс окну это как бы такие самые грандиозные игры так сказать я такой блин пипец целый город охереть мы можно нажать там вот карта какая-то карта к слову говоря достаточно небольшая на самом деле есть как бы сельская местность но тоже совершенно немного и городская местность тоже в общем то немного поэтому карта небольшая но тем не менее такой блин пипец а по первым каким впечатлениям так если просто посмотреть то как показалось что и графика очень приличная я такой блин классно вообще даже не знал что есть такая игра тут оказывается она такая неплохая но присмотревшись увидел что графика в общем то достаточно такая ну скажем ну блин средненько и даже ниже накат приятненькая местами очень ничего то есть там асфальт неплохой тачки нарисованы достаточно прилично на них что-то блестит сейчас тут ночь в игре скоро будет день можно будет при дне посмотреть сильно не хватает полигонов во многих местах то есть посмотреть там где идет поворот дороги там это линия блин начертательная на дороге нахрен она вообще такая ну знаете как блин забыл как это словами хардами короче должна быть окружность она хордами или хардами херачит и не только много где от моста если посмотреть то он такой конечно весь какой-то не круглый а он должен быть такой круглый вот это прежде всего чего не хватает дальше не хватает каких-то эффектов то есть днем счет просто ночь а днем там не хватает каких-то светящийся солнца там ну какие тут знаете да там забыл гляре гляра называется когда там солнце она так чуть-чуть короче картинка такой пустоватый какой-то выглядит вот мы видим асфальт справа блин на не очень хорошо видно но там короче он вот поворот идет вот этот линия белая она вот она идет прямыми линиями они такая более закруглой должна быть или вот эти два кольца у тоже видно что не очень сильно ну сколько там 20 линий на все кольцо наверное я считать не буду но это в общем хреновато бросается глаза тем более даже учитывая что приставочные приставки вроде полигоны более-менее хотя много где не делают деревья средней паршивости архитектура города но это тип нью-йорк что-то но тоже дома в общем не поражает воображение они примерно как most wanted но почему-то most wanted мне это больше нравилось может именно из-за архитектуры там более высокие небоскреба хрен его знает вообще конечно уже мир и такие одинаковые потому что все нью-йорк пародируют и есть выбор машины даже мотоциклы есть машины типа со свалки раздолбанные типа они вот так вот смешно падают сверху ты немножко оригинально но опять же аркадно потому что понимаем с такой высоты если бы она упала и бы кирдык был как бы эффектно но мне на самом деле это не очень нравится и вообще стиль меню всего такого видно что такой консоль как консоль чатый пока особо не пахнет очень сильно dead racing 2 напоминает неуловимый какой-то атмосферой граффити этим так далее падают они не спеша можно подумать о чем-нибудь пока не падают есть от мотоциклы ну так в общем так вот возвращаясь к нью-йорку чем меня играет и взбесило я перестал проходить то что на меня постоянно падает вообще конкретный вот почему я прервался потому что тупо упала я пытался не играть туда-сюда она постоянно падла я на него плюнул то что игра принципе такая плохая мне понравилось но сами понимаете когда падает то что тут сделаешь можно конечно был бы какую-нибудь другую версию переставить еще чего-нибудь но в то же время она меня не настолько затянуло чтобы таким заниматься так вот так как нью-йорк то он одинаковый то если его на одном графическом уровне изображать то все игры будут похожи и эта игра кстати most wanted очень прилично сильными местами напоминает единственно что most wanted покрасивший будет именно за каких-то эффектов чертова знает каких не желтизна в первую очередь конечно но что то там есть здесь картинка это более бедная тоже время достаточно приятная суть игры это проходить гоночки гоночка начинается на перекрестке такая небольшая оригинальность то есть в игре миллиард перекрестков на каждом перекрестке когда подъезжаешь там есть вот такая точечка и гоночка можно начать проходить то есть гонок вообще дохерища просто причем гонки идут по классам там какие-то машины нужны разных классов но я конечно опупел когда узнал сколько гонок и же заебешься проходить кто же так делает то обычно делают как-то открывает новые гонки по одной по две и ты так как бы не заморачиваешься что тебе надо 120 гонок будет пройти тут же можно сразу посмотреть что перекрестков дохуя значит будет дохуя гонок в игре есть вот какая-то станция ремонт или чё-то такое не знаю как на нее зайти честно говоря я от к ней подъехал видим как то можно зайти я играл-то немного поэтому то ли не дошел до них то ли еще чё-то чувак может вот так вот делается на мотоцикле на бобра вставать или как там на козла на коня не помню что на кого ночи может можно так въебашится машинка так ничего выглядит колеса круглые но чего-то все таки не хватает блять тварь а сука мразь ну вот второй или какой же раз крахнулась игра ну что ж попробуем в гоночку какую-нибудь заехать для этого нужно доехать до нее и как-то там смешно нажать на какие-то клавиши там надо газ и тормоз одновременно сжать если это в туториале пропустишь что будет потом смешно когда ты будешь пытаться гоночку пройти так вот главная фишка то игры в том что как тачки разбиваются то есть тут не просто гоночки а нужно как чё-то типа флэтаута другие тачки ебошить об стенки вот это самая главная фишка игры на самом деле ща попытаемся изобразить мать и сука не не получилось надеюсь это произойдет раньше чем вылетит игра в очередной раз вот вот так вот можно въебашиться вообще пиздец но это конечно произошло не с вражеской машиной но ничего если обратить внимание то машина пустая водителя там нету это честно говоря бесит возможно из-за того чтобы не действовала на детскую психику что должно случиться с человеком после там мощного столкновения но вообще тупняк на самом деле мне это не нравится то есть тут гоночка небольшая обычно нужно добраться из одной точки в другую города вот так вот вот у меня нихера ничего не получилось я попробую еще раз машина блять не подходит видите ли вот это как раз то что я говорил про классы машина не подходит значит нужно какого-то другого класса она подошла дверь открыта ну и хули блять а нет светофор уродский нахуй во весь экран показывают постремались бы а чуваки он же вообще пиздец сейчас сука нагну кого-нибудь ну эти тварь блять не получилось сука а во въебашил ее вот это красиво а потом она как ни в чем не бывало заново едет тут это уже бесит и это совершенно не про неправда неправильно и вообще блять ну куда я поехал ебаный в рот а то есть такой парадокс как бы это прикольно как они врезаются но блин после такой аварии извините меня ну в общем тут самая прикольная как бы система повреждений она конечно нереальная тут такой парадокс где-то слишком слабая система повреждений а где-то как тут она с одной стороны более сильно на реальность похоже в том смысле что какой пиздец машине приходят но в то же время как-то да хер его знает короче спорный выбор блин где лучше является ли здесь особо хорошей то есть мы вот так вот блять не получилось опять да что ж ты нахуя вот он врезался со всей дурь и вообще машине похуй то есть не сработал программный код скрипт не сработал и не понял что на самом деле здесь пиздец чё было на вот так вот блять вот у него до половины двигатель капот туда вообще врезается это очень прикольно это вообще не припомню по моему такого нигде нету кстати говорят что новый нет фаспид типа на движке бюрнаута туда сюда и графика там как в бюрнауте ничего подобного в нет фаспиде новом графика на даже не на голову она две головы где-то выше в общем короче вот такая игра в общем самая прикольная фишка здесь это повреждение нахуй средняя детализация меры неплохая в принципе приятная но вот эти вот кривые линии блин в глаза бросаются и какие то бедноватые архитектуры то есть вон домик какой то блин ни о чем в ту же мафию играешь блин там чувствуется что существенно более какая-то крутая приятный так далее игра на голову выше сейчас тут скажут что это блять игра вышла в 2007 или 2008 а мафия блять 2010 вот это все хуйня полная вот так вот блять у него прям сгибается по именно правая часть капота не просто весь капот а правая часть но такой блять геймплей блять до скорого кстати хотел бы еще сказать что в меню это вообще татарская система пиздец здесь f1 надо сжать чтобы в следующий пункт переходить то есть настойка необычно ебануто ну блять консоли чо хотите блять в необычно ехать а